Хэллоуин не любят некоторые в России. Не наш это праздник, что за нечисть по улицам разгуливает. Но это прекрасный повод узнать, чего боятся люди, чем хотят друг друга напугать. Александр Овечкин считает, что страшный кошмар россиянина это сотрудник полиции. В таком виде его жена и пришла на вечеринку в честь праздника и мужа привела в арестантских одеждах. Наташа Королева с Тарзаном решили тоже сдаться полиции и нарядились в разбойников Лису Алису и Кота Базилио. Хотя в российском шоу-бизе все же самые популярные костюм скелета, мертвые невесты и зомби. Бейонсе считает, что дети боятся кукол, поэтому надо пугать их Барби, в которую она и нарядилась. Вообще в Штатах многие думают, что нет ничего ужаснее продукции, индустрии товаров для детей. Поэтому звезды раскупили костюмы покемонов, гномов и трансформеров. Дональд Трамп наряжаться особо не стал на праздновании в Белом доме. И так понятно, что для многих он один из самых страшных кошмаров. А в Румынии наконец открыли для туристов замок Дракулы специально на Хэллоуин. Сон в гробу в кромешной тьме под звуки непонятного шепота и звона цепей предлагают туристам. Свет включить не получится, нужно держаться до рассвета. Серебряные украшения, чеснок и кресты брать с собой запрещено. Выжил ли кто-то из смельчаков, не сообщается. А для остальных предлагают менее адреналиновые туры в румынский замок Бран. Остальных набирается примерно полмиллиона в год.